Иов Небольших По сравнению с речами друзей В чем смысл речений Иова Первое, что он Говорит Я не согрешил Перед Богом Объективно это так В том смысле Что, ну в смысле может быть конечно Для нас это звучит дико Как не согрешил Не есть человек, а же жив будет не согрешит Но, во-первых Сам Бог говорит Что в том, что Произошло с Иовом Грех Причиной не является Это Злоба сатаны А не грех То есть нам показывается Нам изначально приоткрывается Причинно-следственные связи Того, что произошло с Иовом И вот среди этих связей Нет греха Там не сказано Вот у него там есть грешок Маленький и дикой Накажи его Это во-первых Во-вторых Кроме этой объективной составляющей И субъективной составляющей Человек Иов в данном случае Не сознает за собой Никакого греха Он Конечно, если бы он читал Первое послание Иоанна Богослова Он знал, там есть слова Что если Сердце твое не осуждает тебя То тем более Бог Ибо Бог болит твоего сердца И вот сердце его не осуждает Он мысленно перебирает Что бы он мог сделать Вообще, в принципе Согрешить, чем он мог Чтобы вызвать гнев Божий Он испытывает свою совесть Он испытывает свое сердце И не видит Разумеется, он считает себя грешным Он Очень много говорит об этом В своих речах Он грешный человек Но Он ведь и кающийся И молящийся И просящий Бога милосердий И приносявший жертвы Даже Не только за какие-то грешки И прегрешения Но даже за те грехи Которых не было Но они могли бы быть Вдруг, я не знаю Чего-то То есть Те-то доступные формы Очищения Грешности Которые вот были Для человека доступны Он их все использует И он Вновь и вновь запускает Процесс Осознание своей жизни И его сердце не осуждает Он не видит В чем бы он мог согрешить Перед Богом Что Бог так его сокрушил И вот это Субъективное Свое свидетельство О том, что он не согрешил Он озвучивает так Вот Бог убивает меня Но я буду надеяться Я желал бы только Отстоять пути Мои пред лицом его И это уже В оправдание Мне Потому что Лицемер Не пойдет Пред лице Его То есть Если бы я был Лицемером Если бы я Действительно Не хотел Вот узнать Правду о себе То я бы Я бы не искал Каких-то отношений С Богом А я Я готов ему Сказать Господи Приди И обличи меня Скажи В чем я виноват И тогда я покаюсь И ну чтобы у нас Был мир Но ты мне Только скажи В чем я виноват Это же может сделать Только человек Действительно Ощущающий Свою Чистоту Перед Богом Не безупречную Чистоту А именно Чистоту Человека Чистоту Человеческой Совести Я ничего Не делал Делая Как грех Я Никогда Не хотел Грешить И ничего Сознательно Как грех Не делал Ни по слабости Ни по злой Наклонности Но если Все-таки Ты хочешь Нашел Где-то В моей жизни В моей Душе Грех Скажи мне Об этом И я сделаю Все Чтобы очистить Себя От этого Греха Вторая Тема О которой Говорит Иов Это Плач О том Что Ну Он как бы Говорит так Ну да Ладно Допустим Согрешил Вот именно Так Допустим Я не знаю Не чувствую За собой Никакого Греха Но Ну вдруг Все-таки Я загрешил Ну разве Я настолько Согрешил Чтобы Было Именно Такое Наказание Вот Он Пишет Говорит Тело Мое Одето Червями Пыльными Струпьями Кожа Моя Лопается И гноится Дни Мои Бегут Скорее Челнока И кончаются Без Надежды Вспомни Вспомни Что Жизнь Моя Дуновение Что Око Мое Не Возвратится Видеть Доброе Редеет Облако И Уходит Как Нешедший В Преисподнюю Не Выйдет Разве Я море Или Морское Чудище Что Ты Поставил До мной Стражу Когда Подумаю Тешит Меня Постель Моя Унесет Горесть Мою Ложе Мою Ты Страшишь Меня С нами И Видениями Пугаешь Меня И Душа Моя Желает Лучше Прекращения Дыхания Лучшей Смерти Нежели Сбережения Костей Моих Опротивила Мне Жизнь Не Вечно Жить Мне Отступи От Меня Ибо Дни Мои Суета Что Такой Человек Что Ты Столько Ценишь Его Обращаешь На Него Внимание Доколе Не Оставишь Доколе Не Отойдешь Доколе Не Дашь Не Проглотить Слюну Мою Если Я Согрешил То Что Сделаю Тебе Страж Человек Зачем Ты Поставил Меня Противником Себе Так Что Я Стал Саму Себе В Тягость Зачем Бы Тебе Не Простить Меня И Не Снять Меня Беззаконие Моего То Есть Если Я Грешник То Прости Если Я Грешник То Ну Грешник Но Накажи Меня Как Нибудь Разуми Меня И Отыми Руку Свою Дай Дальше Жить Без Греха Но Зачем Так Мучить Не Всякого Смысла Зачем Сокрушать Меня Безо Всякого Урока Просто Как Будто Ты Экзекутор Чтобы Мучить Меня Разве Грех Который Бо Я Сделал Он Заслуживает Того Нет Как Он Говорит В одном Месте Как Будто Корень Зла Найден Во Мне Ведь Никогда Никто От Века Не Слышал Чтобы Человек Страдал Так Как Иов Но Погибли Дети Да Но Жив Дом Живо Там Здорово Тел Но Так Чтобы Человек Потерял Всех Своих Детей Потерял Все Сво Имущество В Один День Потерял Все Сво Здоровье Отвергнут Человеческим Обществом И Все Это За Что За Что Нет От Века Никто Не Слышал Таких Вещей У Людей Чтоб Их Наказывали Более Того Мы знаем Смысл Моих Страданий Иоанна Богослова Из послания Богослова Но Злоба Этого Мира Злость Вот Эта Погруженность В зло Для Иова Это То Что В этом Мире Праведники Бедствуют А грешники Благоденствуют Посмотрите На меня Это 21 Глава Посмотрите На меня И Ужаснитесь И Положите Перст На Уста Лишь Только Вспомни Содрогаюсь И Трепет Объемлет Телом И Почему Беззаконные Живут Достигают Старости Да и Силами Крепки Дети Их С ними Пред Лицом Их Внуки Их Перед Глазами Их Дома Их Безопасны От Страха И Нет Жезла Божьего На них Волни Их Оплодотворяет И не Извергает Коров Их Зачинает И не Выкидывает Проводят Дни Свои В счастье И мгновенно Сходят Преисподню А между Тем Они Говорят Богу Отойди От нас Не Хотим Мы Знать Путей Твоих Что Вседержите Чтобы Нам Служить Ему Что Пользы Прибегать К Богу Видишь Счастье Их Не От Их Рук Часто Ли Угасает Цветильнику Беззаконников И Находит На них Беда И Бог Дает Им В удел Страдания Во гневе Двоем Скажешь Бог Бережет Для детей Его Несчастье Его Пусть Воздаст Бог Ему Самому Чтобы Он Знал Пусть Его Глаза Увидят Несчастье Пусть Он Сам Пьет От Гнева Вседержителя Или 24 Главе Почему Не Сокрыто От Сидержителя Времена И Знающий Его Не Видят Дни Его Межи Передвигают Угоняют Стада Пасут У себя У Сирот Уводят Осла У Вдовы Берут Залог Вала Бедных Сталкивают С дороги Все Уничиженные Земли Принуждены Скрываться Ноги Ночуют Без Крова Без Одеяла На Стужи Мокнут От Горных Дождей Не И Не Убежища Жмутся К Скале Оторгают От Сосов Сироту С Нищего Берут Залог Заставляют Ходить Голыми Без Одежды И Голодных Кормят Колось Между Стенами Выжимают Масло Оливкой Топчут Точилых И Жаждут В Городе Люди Стоунут И Душа Убиваемых Вопит И Бог Не Воспрещает Того Беззаконник И Сильных Увлекает Страшные Слова Но вот эта Мысль Которая Неотвязно Присутствует В речи Иова И вот в этом Смысле Он видит Зло В мире О том Что все Несправедливо О том Что Праведник За свою Веру Не получает Ничего А грешник За свою Неверие Тем не менее Постоянно Ходит Опираясь На Божье Благоволение На Божью Милость На Божью Долготерпение Вот Это Или Как одним словом Суммирует Это выражение Иов Земля Отдана В руки Нечестивых Лица Судей Бог Закрывает Если не Бог То кто же То есть Кругом Правит Нечестивый Справедливого Суда Нету Но ведь Бог Никого Из них Не наказывает И это Состояние Оно Продолжает Быть Быть Это Это Третья Тема Очень Болезненная Тема Иова И последняя Тема Иова В том Что Он Говорит Как бы Выводя итог Из всего Этого Тогда Какой же Смысл В дело Недобра Если нет За это Никакой Награды И все Одинаково Сходят Во тьму Не получая Утешения Бога И тут Мы вспоминаем Что Действительно Ведь Иов Праведник До христианских Времен И Стало быть Его Ничего За всю Его правду За всю Его милость За всю Его веру Его не ждало Ничего Кроме Того же Самого Шиола Ада Тьмы Которая Ждала Любого Другого Человека Мы Можем Делая Добро И претерпевая Какие-то Скорби Искушения На пути Добра Утешать Себя Тем Что Нас Ждет Царство Божье Но Иов Лишен Даже Этого Он Делает Добро И знает Что Ничего За него Ему Не будет Вы Представьте Себе Мы Сейчас Совершенно Безосновательно Совершенно Глупо Но люди Себе Думают Так Вот Буду Делать Добро Попаду В рай Буду Делать Зло Попаду В ад Лучше Не буду Делать Зла Это Скажем Такой Некий Аспект Популярной Культуры Поп-культуры Вот Он Может Изменится Скоро В худшую Сторону Но Пока Это Так У Иова Не Было Такого Утешения Делай Добро Не Делай Добра Делай Зло Не Делай Зла Тебя Ждет То же Самое Что И Всех И тем Не Менее Ему Хочется Делать Добро Он Делает Его Ради Бога Что Жим Движет То Что Не Понимают То Что Не Понимают Его Друзья То Что Они Не Видят То Что Они Не Чувствуют Ведь Проблема Иова Не в том Что Он Лежит В Гноище Он Лежал Бы Не Приди Друзья Еще 15 Лет 20 Лет 30 Лет Сколько Бы Надо Столько И Лежал Его Беда Не В том Что У Него Погибли Все Дети Он Не Тоскует Об Этому Ему Беда Не В том Что У Него Решили Имущество Он Не Плачет О Том Его Беда В том Что Он Потерял Бога Он Привык Ведь Вот мы Читали Фразу Он Привык Что Бог Ему Отвечал Он Привык Ищет Его А Бог Не Отвечает Он Пытается Каким-то Образом Вопросить Его А Ответа Нет Вот Это Состояние Которое Иув Вынести Просто Не Может Не Может Совершенно Вынести Потому Что Как Это Так Бог От Меня Отвернулся Не То Что У Меня Болит Не То Что У Меня Чего То Нет И Чего То Я Лишен А Где Мой Бог Почему Не Слышит Почему Того Общения Которое Было Раньше Почему Ничего У Меня Не Получается Смысл Боли Иова В том Что Бог Не Отвечает Ему И он Не Может Его Найти Он Плачет По сути Дело О Неразделенной Любви О Том Что Он То По Прежнему Любит Бог А Ответной Любви Божьей Как Он Привык Чувствовать Он Не Видит Не Ощущает Он Действительно Плачет Об Том Что Он Потерял Вот Это Присутствие Божественной Любви Повернусь И Его Нет Смотрю Вокруг И Нечувств Заглядывая В сердце Ничего Не Обретаю Где Ты Злезно Ищу Тебя Скучаю По Тебе Откликнись Повернись Хоть Что-нибудь Сделай Что ты Снова Ко Мне Располож Для Друзей Иова Это Нет Представления Любви Божией У них Все Опосредовано Дарами А у Иова Ничего Дарами Не Опосредовано Он Любит Бога А Бог На Него Получается Обиделся Обиделся Не тем Что Ничего Ты ему Не дал Он С ним Не Разговаривает Он Не Поворачивает К нему Лица Он С ним Не Взаимодействует Это Трудно Понимается Людьми Которые Не Любили Бога Вообще Уж не Говорю Как Иов Просто Не Любили Бог Вот Человек Вот В семье Например Пришел Папа С командировки Приехал Из Дальнего Города Один Ребенок Радуется Тому Что Папа Привез Подарки И он Ходит Вокруг Него Говорит Папа Я все Делал Что Ты Поручал У Меня Столько Пятерок У Меня Столько Результатов Вот Мама Скажи Я Тебе Очень Много Помогал И Папа Дает Подарки И Ребенок Довольный Довольный Этими Подарками Идет В комнату Играет Сознавая Что Он Эти Подарки Заслужил А Другой Ребенок Вьется Вокруг Отца Заглядывает Ему В глаза Ему Отец Дает Подарки А он На них Не смотрит Потому Что Сам Отец Наконец-то Вернувшись Из командировки И есть Главная Радость Для него Он Залазит На коленки Он Смотрит Лицо Обнимает Прижимается Папа Дома Вот Такая Разница Внешне Даже И Незаметно Более Того В современных Воспитательных Скажем Ну не скажу Моделях Хотя Можно было Сказать Но в Современной Воспитательной Рефлексии Тот Ребенок Который Получил Подарок И пошел Играть Даже еще И приветствуется Первых Он Много Сделал Действительно Хорошего В ожидании Отца А во вторых Не мешает Общаться Родителям Вот А на самом То деле Сердце То есть Только у Того Кто С отцом А если Отец Придет Без ноги Без руки Инвалидом Раненым Ты будешь О нем Заботиться А если Он придет Без подарков Вот так Отношение С Богом Мы Привыкаем Брать Божьи Божьи Дары Они Нам Очень Нужны Важны Мы Их Очень Ценим Мы Их Очень Дорожим Всеми Эти Дарами Как же Конечно Дары Здорово Замечательно Но Очень Благодарит Благодарит Искри Но Он Точно Знает Что Он Ее Любит А Не То Что Она Ему Дает Если Он Любит То Что Она Ему Дает Тот Тот Уют Тот Комфорт Которым Он Укражен Так Он Любит Себе Он Благодарен Богу За то Что Она Есть Но Также Благодарен Стиральной Машине Квартире Электрической Лампочке И компьютеру Который Помогает Ему Зарабатывать Деньги Или Просто Достигать Комфорта Он Не Может Этого Сказать Пока Жена Не Заболеет Пока Не Получится Что Никто Больше Не Будет Этого Делать Что В Доме Бардак На Кухне Бардак Ужин Не Приготовлен Дети Не Сделан Урок И Все Приходится Делать Самому Он Ходит И Ворчит 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 Но Ворчит То На Что На То Что У Жены Отказал Функционал На То Что Сломалась Стиральная Машина На То Что Не Пылесосит Пылесос Он Любит Ее Точно И Вот Когда Она Дорога Ему Тогда Даже Тогда Когда Она Ничего Не Делает Когда Она Просто Есть Просто Жива Вот Тогда Он Может Сказать Любит Он Ее Или Нет А Если Он Пользуется Ей Хорошо Работающим Механизмом Хорошо Работающим Системой Хорошо Работающей Организацией То Он Любит Себя Хотя И Опосредованно Через Ее Хороший Функционал Так же Мы Относимся И Бог Пока Он Все Дает Пока Исполняет Наши Молитвы Пока Он Дает Нам Свою Милость Щедрость И мы Чувствуем Любовь Да Мы Хорошо Благодарим Мы Ходим В храм Даем Милостыню Воспеваем Гимны Но Мы Его Любим Или Себя Через Посредство Его Вот Почему Тогда Когда Этого Всего Нет Когда Мы Попросили А Он Не Дал Когда Мы Надеялись А Он Не Поддержал Нас Когда Мы Заболели А Он Не Исцелил Когда Мы Хотели Чтобы У нас Было А Он Не Дал Не Услышал Мы Остаемся С Богом Или Мы Начинаем Роптать Ты Работаешь Ты Господи Исполняешь Свои Функции Как Старый Пылесос Или Как Советский Телевизор То Показываешь Что Не Показываешь Что Отвечаешь Что Не Отвечаешь Разве Мы Не Так Относимся К Богу Если Мы Ропщим Всякий Раз Когда У нас Чего Даешь Странно Я Всю Жизнь На Тебя Надеялся Вообще Как То Думал Что Ты Мне Будешь Помогать Извини Тогда Без Обид Больше Я Не Могу К Тебе Обращаться Потому Что Ты Плохо Работаешь Естественно Если Некое Существо Или Некий Механизм Или Некая Что То Вот Система Не Исполняет Своих Функций Я Должен Найти Систему Которую Исполняет Если Не Могу Найти Тогда Я Просто Ропщу Почему Так Все Плохо Работает Но Значит Нет Любви А У Ивова Есть Ему Не Нужно Здоровье Ему Не Нужны Дети Ему Не Нужен Дом И Богатство Ему Нужно Чтобы Бог Просто Был Рядом Вот Здесь На Гноище Чтобы Бог Был Рядом У Него Нет Ропота Нет Он Не Ропщит Жена Ропщит На Него За То Что Он Не Ропщит Он Терпеливо Несет Он Его Мучает Нет Его Мучает То Что Бог Не Не Чувствуется Не Обретается Вот Так Вот Это Жи Каждый Человек Если Мы На В Любом Состоянии Страдания На Нас Бы Излилась Вся Любовь Божия Мы Не Чувствовали Этих Страдания У Него Страдания Есть А Любовь Божия Не Изливается Почему Задает Он Богу Вопрос Так Ты Правда На Меня Рассердился Тогда Скажи За Что Я Исправлю Это Только Верни Мне Свою Милость Ни Дом Ни Детей Ни Здоровье Милость Свой Взор Свою Любовь То Что Я Чувствовал Всегда И Просто Таял От Того Что Ты У Меня Есть Вот Чего Страдает Ив Вот Почему Ему Плохо И То Что Почему Его Не Понимают Его Друзья Они То Всегда Жили Функциональных Отношений У Никогда Не Было Никакой Любви Они Понятия Не Имели Что Бога Надо Любить Зачем Просто Исполняй Заповедь Это И Сейчас Так И Сейчас Человек Есть Люди Которые Считают Что Надо Просто Делать Формально Нечто А Бог Тебе За Это Нечто Даст Формально Ну Скажем Там Ну Пусть Не Сокровища Там Сады Семирамиды Но По крайней Мере Вечную Жизнь Даст Ты Просто Делай Что Надо И Все И Он Тебе Даст Но Он Видит Как Ты Ради Него Стараешься Да Даст Не Переживай А Человек Успокойся Да Действительно Я буду делать Как Это На работу Пришел Делаешь Что Тебе Положено По договору За это Надеешься Получить Плату Вот Так И люди Как Наемники В сущности Ну Наверное Это И неплохо Наверное Потому что Есть Другое Состояние И Вот Ио Представитель Другого Состояния Он Любит Бога И Евангелие Призывает Нас Именно К Такому Состоянию Потому что Любовь Божья Излилась Сердца Наши Духом Святым И мы Должны Чувствовать Эту Любовь Жить Этой Любовью И Нам Очень Плохо Невыносимо Плохо Когда Мы Этой Любви Не Чувствуем Внеси Свой Вклад Оцени Подпишись И поделись Этим Видео Волшеб 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 Продолжение следует...